Колемишин Алексей Юрьевич, 22 года. Занимаюсь, работаю курьером, как бы участвую в акциях протеста. Ну, я пришел к этому давно. Был не согласен с властью, стал фашинолетним, потом появилась определенная деятельность в сети. В итоге сошелся, так сказать, с людьми, меня потом свели с Ириной Яценко, ну а потом закружилось, понеслось потихоньку. Ну, первая моя такая акция, которая запомнилась и которая вот такая вот более уличная, это вот была ноябрь 16-го года. Вот, я недавно, кстати, смотрел фотки, была акция, посвященная войне в Украине, против войны. И вот мы тогда делали «Путин стоп» или как-то так назывался. Мой следователь идет, кажется. Здравствуйте. Я к вам зайду сейчас. Ладно. Ну, последняя эта акция была. Акция у Губянки? Ну, просто спонтанная акция. Решили с ребятами немножко, как бы, ну, провести небольшую акцию с небольшим шумом. Ну, в итоге вылилось вот в такой вот круговорот. Пока лучше не буду, потому что на случай, ну, мало ли, потом будут использованы против меня, поэтому я не буду. Мы просто хотели поддержать ребят, которые сидели в тот момент УВД и просто провести акцию в защиту политзаключенных. Ну, вот они сажают людей, и, как бы, я и ребята решили, вот, за них немножко это. Кстати, я не был организатором акции, это, как бы, ну, те, которые его организовали, в самый последний момент свинтили. Ну, как бы, они слились, и в итоге постался, что вот я один, и вот эти вот мелкие ребята пришлось снимить. Что-то лучше теперь. Пришли вечером, на следующий день в 7 часов, где-то было 19.30, я как раз хотел вечь спать, пойти помыться, принять душ, и все. Заходит мать, типа, к тебе пришли, там. Ну, я матери говорил, что, как бы, я вот там вот так натворил, могут прийти, там, не пугайся, все нормально будет. Ну, мало ли что, там, она у меня такая своеобразная женщина, у нее, как бы, у нас с ней нисходимость, как бы, в этом, в политическом взгляде, потому что они к власти. Вот, и она, типа, к тебе пришли, но она начала с ними общаться, мне сказали, типа, давай, одевайся, собирайся, типа, поедем поговорим. Ну, я понял, что уже такого разговора не будет, потому что уже было видно, что двое в штатском, и первый, получается, дознаватель. Плюс уже мне сразу сказали, что, типа, один из оперативных, что, как бы, вы откуда, откуда, типа, мы с Лубянки, типа, те, которые в штатском были. И, как бы, отлично, ну, мне дали там, потом уже, я не помню, то ли УВД было, то ли было до УВД, там, матери, мать ознакомилась. Ей сказали, мы просто поговорить, и все. А так толком ничего и не говорили. Потом со мной поговорили, взяли показания определенные, я везде взял, 51-ю статью Конституции. Вызвали очную ставку, вот эту вот, Никиту, которая сидела в отделе, в Эшкварка. Я узнал, что он уже дал показания на меня определенные, как свидетель. И потом уже после того, как все это закончилось, меня уже переквалифицировали в подозреваемого. Ну, где-то в 9 часов меня отпустили. Честно, я не считал, но сутки больше даже где-то провел. Под протокол я им ничего не сказал, а без протокола, да, конечно же, я вынужден был общаться, потому что, ну, там не получится по-другому, тебя просто разорвут там. Ну, особенно если когда идут, которые по нашей части работают. А так, в общем-то, работа полиции меня вполне удовлетворила. Делали все лояльно, нормальные отношения, без лишнего, как бы, хамства, без каких-либо проблем. В этом плане сотрудники вели себя очень лояльно и хорошо даже. Пока нормально, я не особо думаю переживать, потому что чем больше переживаешь, чем больше начинаешь бояться, поэтому сейчас пока параллельно отношусь, отношусь нейтрально, но осознаю всю ум, тот момент, что да, могу уехать. Я националист, если брать, я правый, я националист. В текущей ситуации меня не устраивает то, что мы ведем войны, живет хорошо Москва, а Лубинка страдает. Сугубо эта ситуация. Если внутри политики, то, что Москва-Питер хорошо, а все остальные живите, как хотите, это неправильная политика. Ну, там есть определенные моменты по медицине, по этим, но это уже не будем мимо уклоняться, это очень долго будет. Я сейчас на тот момент не вижу таких людей, за которых народ пойдет на баррикады и будет стоять. Поэтому моя личная тактика – это просто участвовать, раскачивать лодку потихонечку и к чему-нибудь это приведет, рано или поздно. Сегодня, я думаю, действительно выходят на национальную революцию в стране, потому что мирным путем эта власть не уйдет, она уйдет только насилием. Это глупо. Люди, которые верят в то, что эта власть уйдет мирно, ну, я в это не верю. Но это глупо думать об этом. Возможно, это будет мирно после смерти Путина, к примеру. Либо, если его там кто-то сместит, и начнется между собой какая-то игра во власти, ну, начнется раздор, и в результате чего произойдет революция мирная. Но при Путине этого не будет. Будут также гонять школьников дубинками, бить людей и все. Ну, конечно же, я заляду, пропаду на какое-то время на дно. Я сейчас буду смотреть. Ну, понятно, что я не буду лишний раз подставляться и рисковать, потому что, ну, опять попадать, к примеру, еще по одним-двум статьям – это тоже не выход. Конечно же, я буду делать, но я буду теперь в более таких мягких формах это делать и более аккуратно.